Дам быстренько советы для начинающих. Делайте маленькие перебивочки кадров, фонарики, разные детальки и так далее. Снимайте их всегда минимум в 120-100 FPS. Это замедление. Свет. Даже если у вас нет много денег на свет, можно обойтись какими-то маленькими фонариками. Если у вас солнце в зените, вы снимаете портрет, прикройте, значит, есть отражатели 5 в 1, рассеете этот свет, чтобы это было смотребельно, качественно. Все можно в маленьком даже бюджете сделать недорого и классно. В целом, конечно же, лучше снимать рано утром до обеда и снимать вечером до заката. Это одно из самых, когда вы снимаете на улице, это лучше всего. Значит, естественно, качественно продуманная история, она в разы улучшит вообще ваш клип. Поэтому еще раз идея, идея, еще раз идея. Продумывайте историю, придумывайте, рассказывайте их. Но важно, чтобы история в клипе не перетаскивала на себя одеяло. То есть не нужно сделать из клипа фильм и не нужно из фильма делать клип. Найдите какую-то золотую середину между тем, чтобы и показать игровую часть, да, какую-то, и рассказать историю, если вы хотите об этом говорить. И сделайте так, чтобы это было музыкально и клип его. Все-таки клип, он должен оставаться клипом. Локация «Наша все», как я и говорил. Хорошая локация, и еще, допустим, где-то незаезженная, она сделает ваш клип гораздо интереснее. Одевайтесь не так, как вы одеваетесь в жизни. Одевайтесь повседневно. Сделайте какой-то себе стиль. Оденьте шубу, придумайте какую-то маску. Найдите какой-то классный костюм. Сделайте что-то такое, чтобы произвело на людей впечатление. Конечно же, в кадре круто смотрятся необычные люди. Не то, чтобы красивые красотки, там, вот это как обычно, там, все там с голыми попками, там, уже вот это мотыляют, там, сиси, там, писи. Нет, я не про это. Я про необычных и красивых в плане жизни людей. Это какие-то кучерявые, какие-то странные люди. Я бы режиссерам, например, рекомендовал, вот, увидите человек какой-то необычный, возьмите его контакт, поговорите с ним, что вы скажете. Вы режиссер, вы часто что-то снимаете, и вам нужны, там, бывают такие интересные люди с таким типажом. Потому что их вообще, как бы, профессиональные кастинг-директора так и делают. То есть они видят какой-то человек, о, круто, они берут контакт, фоточку, там, и, собственно, когда кому-то нужен такой человек, они быстренько его находят. И хороший кастинг-директор теми ценен, что он за очень короткий промежуток времени может вам подобрать много интересных типажей. Поэтому берите даже на вторых планах, на каких-то там, даже массовку, если вы где-то заявляете каких-то людей, берите их интересных, больших, здоровых, тонких, толстких. Ну, вот это, это работает. Конечно же, художественная постановка. Это тоже крайне важно. Столики, лампочки, всякие предметики, которые очень много могут рассказать. Чем насыщеннее и интереснее художественная постановка, тем круче все это, ребята, смотрится. Значит, что я хочу сказать для артиста. Очень важно для вас, дорогие артисты, это подача себя в кадре. Это харизма. Ничего не будет так круто работать, ничто не спасет. Ни локация, ни художественная постановка, ни люди вокруг, если у вас нет харизмы. Постарайтесь, потренируйтесь, посмотрите, поработайте перед зеркалом, посмотрите, как работают другие музыканты, посмотрите все их какие-то фишечки, попробуйте найти себя. Не бойтесь камеры и прислушивайтесь к тому, что вам говорит режиссер. И обязательно ему доверяйте. Работайте с режиссером, еще раз повторюсь, с тем, которым вы доверяете. И когда вы будете работать с энергией, вы почувствуете то, что нужно сделать. И отбросьте все комплексы, не думайте о том, что на вас кто-то смотрит. Не висите, знаете, не бросайте руки так, чтобы они плетми не висели. Все, все, все тело, в принципе, должно работать. Но при этом не слишком машите руками, но в то же время не будьте совсем амебой. Пробуйте, пробуйте, больше снимайте, больше старайтесь, снимайте себя на телефон, смотрите шужие работы профессионалов. Еще важный момент, не перебарщивайте, конечно, с мимикой лица. То есть, если вы же не Джим Керри, да, то есть вот такие штуки лучше не делать. То есть, смотрите, мимика, это важно. Тоже потренируйтесь перед зеркалом. И опять же, в зависимости от музыки, если вы поете какой-то жесткий рок, и вам надо там такие вот штуки делать, то вы как бы там злитесь и делаете. Если вы как бы рэпер или, не знаете, поете что-то там позитивное, ну, соответственно, улыбайтесь. Если грустные, грустите. Будьте собой, несите свою харизму. И ломайте правила, ничего вообще, не бойтесь. В клипе, я считаю вообще, в принципе, что в клипе можно все. Это там, где ты можешь снять их на хорошую камеру. Здесь подснять с GoPro, тут снять с фотика, здесь снять с телефона. Все это, опять же, в зависимости от концепта. И получить хороший и интересный продукт. Снимайте как можно больше клипов, оттачивайте мастерство. Вот представьте, вот сколько треков, написали вы 10 треков. Что, все 10 треков хорошие? Я так не думаю. Я думаю, что из них вы любите 1, 2, 3. И, может быть, ваши слушатели любят вот этот или вот этот трек. С клипами то же самое. Чем больше вы снимаете клипов, тем больше шансов, что какой-то из них войдет в историю. И для нас, режиссеров, для клипмейкеров, это то же самое. Так же, как для вас музыка. Когда вы снимаете, пишете 10 треков, мы также снимаем 10 клипов. И понимаем, что 9 так себе, а один классный. И, в принципе, он нравится. В наше время медиа – это один из основных инструментов продвижения музыкантов. Визуализируйте свое искусство. Дайте мурашкам выходить из слушателей. Не только от своих собственных представлений, но и то, как вообще, в принципе, вы можете сами это показать. Продолжение следует...